ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне иногда кажется, что все-таки глубина достигнет середины. Я буду ехать, и вода начнет в салон забегать. Посмотрите, глубина какая. У нас тут уточки плавают. Да, полный. Очень надеюсь, что сегодня мне не попадется, например, какой-нибудь задний редуктор на BMW 3, например. На F-150 рессора может попасться. Вообще много еще чего. Сейчас будем снимать заднее стекло на кустанге. Пойдем посмотрим. Мне кажется, что я это стекло разбил. Да я его разбил. Да. Мне была... Ну, не то что лень. Я как бы звал диспетчера, а его не было. Он пошел на ланч. Я уже все подготовил вот здесь. Короче, я расхрен начал это стекло. Вот у меня как раз ордер сейчас на это стекло. И оно разбитое. Да. Нехорошо получилось. Ну, ладно. Может быть, у нас есть другое стекло. Такое же. Есть у нас еще один мустанг. Мустанги. Вот он. Вот это стеклышко. Так, здесь с ним уже производили некоторые... Ой, господи. Работы. Это очень хорошо. Снимали, по-видимому, roof airbag. С той стороны пластик сняли. Смотрите, как это тут столько собачьей шерсти. Наверное, ездили с маленькой собачкой. И она там сидела, скорее всего. Так, ну что, нужно снять пластик. Вот этот trim panel снять. И начинать его выжигать. Посмотрите. А я вообще знаю, что на таких машинах пластик нужно снимать очень аккуратно. Потому что, если ты снимаешь в торопях, схватил и сдернул, это на очень многих машинах ты ломаешь, получается, нагреватель. Я думаю, что это уже не пойдет. Все. Это самое. Поэтому надо сфотографировать и показать. Вот видите, здесь хороший. А здесь вот видно, срывали. И как раз вот здесь повредили. Поэтому все. Поедем работать дальше. Следующий ордер. Заднее левое стекло. Тоже Ford, но не Mustang уже. F-150. Заднее левое стекло. Здесь почему-то распил идет. Обычно так делают, когда ручку снимают. Но тут ручка. Ай, я сломали. Когда-то двигали. Надо было сначала внутри открутить. Так, сейчас пощупаю стеклышко. Если там сильно много следов от болгарки, то вроде бы это сильно не чувствуется. Знаете, оно налипает так, если не закрывать. Так. Ну что, будем вытаскивать его сейчас. Надо его поднять. А ну-ка. О, оно вообще вытаскивается. Здесь уже сняли стеклоподъемник. Нужно только стекло вытащить. Это было легко. Повыкали дальше. Иногда вы можете наблюдать всякие пакостные надписи на автомобилях. Например, как это. Здесь вы видите допущенные грамматические ошибки. И так же самое на моем траке. Ну, кто пишет так слово этот. Ну, на украинском, если читать этот, это слово, эта буква идет как Э. Туда требовал описать цей. Ну, хочу поставить вас известно, что этой надписи делал не я. А это делал американский гражданин, который разговаривает по-русски. Но пишет с грамматическими ошибками. Наверное, так же, как и я по-английски. Ну, пытается. И это, по-твоему, дождь? Просто сырость. Я вот был в океане во время муссона. Спал на Гавайях под ураганом. Провел отпуск в Атлантиде в сезон дождей. Вот там дожди. А это просто маленькие осадочки. Провел отпуск в Атлантиде в сезон. Так, Краслер 300. Попрошу без шуток. Нам нужно снять переднюю правую подвеску. Классно, она уже почти снята. Значит, что нужно? Нужно сверху открутить стойку. Дальше здесь расконнектить. Потом соберем для того, чтобы лучше снималось. И все. В принципе, да? Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все, готово, поехали дальше, 500 баксов у нас достоится Следующий у нас автомобиль Dodge Charger, задний редуктор Так, помните эту Аркадию, в прошлом видео я здесь снимал, кстати тоже редуктор Так, вот он стоит здесь, это свежий ряд, поэтому 100% подвеска вся стоит, кстати, это Ford Bronco Ford Bronco, без пробега Небо темное, темное Так, ну что, значится так Здесь у нас идут болты на 18 снизу, здесь два болтика на 16 Откручиваем, сначала подрамник, потом амортики Роняем вниз, обрезаем brake line Все, что мешает, обрезаем, кстати, может повиснуть, не, проскочит, да, full filler neck Это заливная горловина, ну, я думаю, проскочит вниз Далее все обрезаем, что мешает И вытаскиваем, да, в принципе, сюда, вытащим на эту сторону Погнали Далее все, что мешает Все, что мешает Первое упражнение для поясницы выполняется на четвереньке. Вы встаете на четвереньке, располагаетесь удобно, чтобы не чувствовать дискомфорт и совершаете движение прогиба в пояснице вверх-вниз. Максимально вверх, максимально вниз. Допускается чувствовать легкий дискомфорт. Два балла. Окей. Все, вытащил. Теперь, 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 теперь. Нужно разоединить и достать редуктор. Продолжение следует... Вот он, голубчик. Все. Готово. В принципе, это легкая работа, но если сравнивать с другими редукторами, потому что здесь, в основном, везде одинаковый сайз. Там, по-моему, 15, 18 и два болта было на 22 открутить. Сверху этот карьер. А так, все везде одинаково. В принципе, быстро выкручивается, расконнекчивается и достается. Ну, единственный минус, конечно, все тяжеленькое. Поехали дальше. Поговорим немножко о стереотипах. Вот это вот у нас трак. Honda Radcline. Можете загуглить, посмотреть, как он целый выглядит. Вот здесь у него, посмотрите, маленький бет. Очень маленький. Вот. Honda Radcline. 4-wheel drive. 4-wheel drive. И у нас стереотип здесь такой, что на этой машине в основном ездят только... В общем, почему? Почему? Машина-то, в принципе, неплохая. Нифига себе. Это даже Honda. Honda. А вот почему. Это вообще не считают траком и не считают вообще пикапом. Все потому, что здесь нет рамы. Здесь нет рамы. Здесь идет подрамник и подвеска. Все. Вон редуктор. Здесь нет рамы. И поэтому вот в основном американцы, да, и наши все говорят, ты что, Radcline это вообще, это не трак. Вот так вот. Хотя, в принципе, машина с виду неплохая. Тем более Honda по-любому надежная. Я думаю, они ее просто на базе пайлота сделали. Скорее всего. А так на всех пикапах стоят. Тут даже у меня здесь он на раме, на мой номер 150. Вот даже следующий сразу. Вот возьмем тракок. Вот тоже на раме. Вот. Ну, все траки на раме в основном идут. А вот Radcline. Здесь нет. Поэтому вот Америкосы считают, что это такое. Не до пикап. Кстати, сейчас я на ней снимаю. Back window. Заднее стекло. Очень-очень муторное. Ну, потолок я отодвину. Это понятно. А вот внутри здесь, я даже не знаю, я на такой машине не снимал еще. Там очень много пластиков внутри. Давай. Подклинило что-то. Много пластика внутри. То есть снаружи. Это нужно будет все откручивать, отколопывать, снимать. И с этой стороны выжигать это стекло. Скажите, что ты пристал к этой Хонде, да? Зажрался уже. Он 6 лет назад на восьмерке ездил с пандитской мордой. Знаете, там на капоте. Не знаю, кто-то, может, делал из вас или видел. На капоте такие навариваешь, там такие треугольнички, такие частички. И делаешь такую морду злую. А сейчас вот уже все. Хонда Реджи Лайн. Это уже плохая машина. Это уже не трак. Ну ладно. Так. Значит, здесь я весь пластик снял полностью. Как я говорил, я на таком траке не снимал стекло. Я стекла начал недавно заниматься, вытаскивать. Но так как здесь я вижу, здесь у нас снаружи идет пластик. Резина. Резина, точнее. Здесь резина. И внутри вот видно герметик. Вот он здесь. Поэтому, к сожалению, придется выжигать внутри. Почему к сожалению? Потому что лучше снаружи дым бы сам уходил бы, даже без вентилятора. Поэтому надо идти вовнутрь. Отколупывать потолок. Брать выжигатель и начинать внутри его по чуть-чуть выжигать. Обычно вообще на траках оно идет не очень тяжело. Самое главное это поймать колею. Как бы где оно начнет отходить и дальше уже идти выжигать. Да что-то как раз вспомнил за восьмерку. Это, короче, я себе купил восьмерку недорого. Там за 800 долларов. Ну, такой, наверное, год 16-й был. Убитый в хлам. Поставил туда торпеду с Е36. Причем поставил торпеду. Поставил руль туда с BMW Е36. С подручными переключателями. Ключ. С ключевым от биммера. Я сиденья поставил от BMW Е36, которые были механические. Мне там пацаны вываривали полк, переделали на биммерах сидухи. Эти сидухи широкие. Полк перетягивал там в черные. Я здесь найду, там вставлю, короче, эти самые фотографии. Короче, у меня была машина для бедных, но амбициозных. Там прямоток на ней стоял. В общем, на моторе потом прокладку менял. Газ туда сами мы туда устанавливали. В гаражах. Скажу, было очень веселое время. И еще плюс на эту торпеду мы переделывали корпус печки. То, что я часто снимаю, хитрохаузинг. Этот корпус печки, его сращивали вместе с восьмерочным. Поэтому у меня все было по заводу, кроме я не успел доделать. Я потом уже надо было, уже собирался на выезд и за границу. Я его так продал. Я не подключил спидометр. Что-то там я не мог найти нормального электрика, кто бы мне все нормально переделал. А так вот прям внутри, прям... Е30 едешь за рулем BMW, правда только как какой-то странный. Она как-то себя странно ведет на дороге. Ладно, погнали дальше. Выколупывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы видите, процесс идет долгий. Задний, ну, на траках всегда снимать тяжело. Плюс здесь нельзя его сильно натягивать. Даже скорее минус. Нельзя его сильно натягивать, потому что я когда... Ну, я и до сих пор практикуюсь, как я говорил. Но я как-то сильно натянул на такоме, причем на новой, там, 23-го года. Натянул и начал дальше вести выжигать, оно мне просто лопнуло. Поэтому здесь нужно осторожненько идти. Вот чуть-чуть, вот здесь я уже снял. Ну, кстати, на Хонде на этой снимается очень-очень даже хорошо. Очень комфортно. Если сравнивать с новыми 150, то это вообще, конечно, классно. Субтитры создавал DimaTorzok Так, на этой Audi я уже снимал подвеску заднюю. Вроде бы. Да. Вот она. Значит, мне нужно будет отпилить левый квотер. Сейчас нам будет узнать, кстати, за стекло. Потому что у нас, по-моему, таких Audi больше нет. Поэтому может надо будет стекло выжигать. Разобрать салон. Дальше посмотрим, что здесь снизу. Снизу все, в принципе, чисто. Вот этот нужно снять пластмассовый и вап. Вот этот вот здесь. Или мне показалось. Да. И все. И пиляем. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можно сказать, разборка закончена. Бампер я снял быстро, потому что здесь уже бампер-бар снимали, усилитель. И просто бампер-ковер обратно накинули. Молодцы, еще поменьше царапался. Все внутри разбирал. Кстати, интересный момент. Надо было все-таки нажать на стоп. Снять ремень безопасности. Здесь болт находится внутри. Обычно на машинах всегда сверху. Здесь снизу был. Интересно. Ну, ничего страшного. В принципе. Ну, а так. Мне вообще Audi очень нравится. У меня было. В Америке у меня была только одна Audi. Четверка была, Quattro. Значит. Так. Все разобрал. Все пооткручивал. Снизу тоже снял этот канистер. И вап. Я не знаю, как он на русском называется. Так. Здесь все готово. Ну что, сейчас поподлажу колеса. И начну пилять. Блин. Забыл молдинг снять снизу. Ну что. Засекаем время. Сейчас 9.40. Сейчас я ставлю камеру. И начинаю начинать резать. И посмотрим, сколько в конце здесь соберется пил. От Audi. Но нужно сделать сначала... Но сначала нужно разбить стекло. Или потом разобью. Идиотип-пил. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все, вроде бы здесь распылял. В общем, вот эти перемычки очень тяжело пиляются. И из-за того, что, конечно, полотно длинное, то давление на него идет не такое, как хотелось бы. Поэтому пришлось лезть вниз и внизу уже резать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 все пропил закончен пилу работа на множество так скажем до крепкий орешек вот этого часть только надо ну вместе с этой такой был чертеж поэтому я уже так отпилил все поехали дальше ну и в завершении к сегодняшнему видео будет кат это у нас дочь challenger 2022 года нужно отпилить левый quarter стоит он 750 долларов подвеска уже снята удар был получается в правую сторону дальше смотрим есть правда один дентик здесь вот не знаю на камеру наверно не видно вот здесь пока здесь вижу только дайте они есть они обозначены dnt эта машина крепкий орешек поэтому будет пилиться тяжело это во первых во вторых я и сейчас разберу еще возможно придется сто процентов снимать back window выпаливать и quarter window ладно начнем пока вытаскивать все сейчас покажу шумку которая под сидением думаю сниму кому-то интересно клееночка и войлок и все понятно здесь налеплено потому что здесь кардан идет дальше коробка интересно да так как это такая тоненькая как думаете она хорошо делает шумоизоляцию или нет напишите в комментариях а Вообще-то это будет веселый кат, потому что здесь нужно будет пилять вместе с крышей, поэтому он дорогой, поэтому получается мы продаем и крышу, и квотер-панели. Сейчас пока уточняю, что со стеклами делать, вставлять это стекло или разбивать, и что делать с этим стеклом. Но все равно сейчас надо багажник очищать и снимать подкрылок, снимать фулл филернек. И здесь тоже снимать филлдор. Насчет шумоизоляции, я конечно думаю, что такая шумоизоляция здесь подходит на 100%, потому что в такой машине нужно слышать звук, чтобы он был такой громкий. Еще дополнительная шумоизоляция. Здесь стоит, получается, в стопанах задних. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА